Жизни и молодости, потому что все время думала о том, что было куда важнее, чем она сама. Сын ее оставался сиротой. Ученица шестого класса София Гайтукиева военной форме на одном дыхании зачитывает отрывок из повести «О Зоре здесь тихий» и одну из самых пронзительных историй о Великой Отечественной войне. Я сама тоже очень много произведений смотрела, но мне моя учительница посказала, что можно это произведение, и мне оно понравилось. У меня есть цель, чтобы дойти до всероссийского этапа, стать победительницей этого конкурса и выступить в Кремле. С этой сцены сегодня звучат произведения Бориса Васильева, Идриса Базуркина, Бернарда Шоу, Эммы Райс и многих других российских и зарубежных авторов. В актовом зале школы собрались ученики, их наставники и те, кто пришел поддержать конкурсантов. За право называться лучшим чтецом соревнуются по два-три человека от каждой школы, с пятого по одиннадцатый классы. Крамотная речь и артистизм обязательны для выступающих. По нашей республике в прошлом году принимало очень много детей, и в этом году тоже желающих, и участвующих тоже много. Целью конкурса является привитие любви к чтению, интереса к чтению. Почему? Потому что современные дети, они мало читают. Они в основном в гаджетах, они и даже эти рассказы, эти произведения, они читают в гаджетах. И поэтому мы хотели, чтобы дети больше интересовались литературой, чтобы дети интересовались русской литературой 18 века, 19 века, 20 века. Практика проведения таких литературных конкурсов показывает, что они напрямую влияют на формирование привычки выразительного чтения у школьников, развивает у детей кругозор, вырабатывает художественно-творческие и познавательные способности. Через классику удается правильно передать эмоции, переживаемые героями. Вы понимаете, вы даже не можете себе представить, каким длинным казался голодному человеку день, час, минуту. Произведениями прониклись не только конкурсанты, но и те, кто пришел послушать выступление. Декларирование произведений получилось эмоциональным. Монолог об локаде Ленинграда и вовсе некоторых довел до слез. Но выступивший следом мальчик своим озорством все же разрядил обстановку в зале. Это произошло рано утром. Я уже оделся, когда ко мне в комнату вошел папа. Микаил Гайтукиев со своей учительницей выбрал произведение зарубежного автора, рассказ озорняка о том, как я шутил 1 апреля. Зрители после окончания выступления чтеца провожали долгими овациями. Я выбрала это произведение Герхольда Гольца-Баумерта. У него еще много произведений, но мне именно это понравилось, потому что оно было комедийное, очень веселое. И там можно выложиться на все сто. Работаем мы уже над художественным словом где-то 2 месяца. То есть после уроков мы оставались и вначале мы разобрали художественное слово. И потом уже думали над тем, как мы будем доносить мысль. Я считаю, что с поставленной задачей Микаил справился удачно. Но вместо радости она увидела в глазах невесты отчаяние. Маленькая Амина сегодня болельщик и зритель. Девочке больше всего понравилось выступление старшего брата и еще двоих участниц. Название произведения зарубежного автора хоть и не запомнила, но роман нашего соотечественника назвала безошибочно. Восьмые веков произведения. А почему тебе именно они понравились? Потому что они рассказали красиво. Этот конкурс, мне кажется, я уверена, что в будущем будет очень популярным среди наших детей, поскольку это не только популяризация чтения, это умение ребенка вжиться в героя и умение прожить тот отрезок жизни, который проживает герой. И именно этому мы стараемся учить своих детей и очень надеемся, что получится. Конкурс «Живая классика» проводят ежегодно. Вот уже восемь лет победители муниципального этапа переходят в региональный и затем в суперфинал. После всех этапов финалистов ждет выступление в столице нашей страны, в Кремле. Индир Манкиева, Фатима Бокова, Магомед Аздоев, Новости 24. Субтитры создавал DimaTorzok